Добрый день, дамы и господа! В Калифорнии все еще 7 июля, но практически в остальной части света уже 8 А 2020 года, соответственно, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния Я сегодня хочу привести один пример того, что делает Трамп для Америки Потому что люди не очень понимают за общими словами, за воем прессы, за дракой за престол и тому подобное В общем, очень коротко и только сама история, без комментариев И я очень хочу, чтобы вы поделились именно потому, что я не буду делать никаких комментариев Пусть сами люди делают все выводы Поделились именно вот этим видео со всеми своими контактами Американские фармацевтические компании производят лекарства, самые различные, огромных количеств в Китае Там вам дешевле это делать, а потом торгуют ими по всему миру Например, там, скажем, в Германию, они продают, скажем, некую капсулу или некую таблетку, условно говоря, за 10 центов Эту же самую таблетку, значит, с этой же самой этикеткой, с этой же самой коробкой, все то же самое Они продают в США по 50 центов А иногда по 80 То есть, вы сейчас скажете, что это не имеет никакого смысла, да, так это происходит Все президенты Соединенных Штатов Америки за последние, наверное, 50 лет говорили в своих предвыборных обещаниях Что они, ну, просто вот немедленно начнут понижать цены на лекарства Потому что это возмутительно, действительно возмутительно Но ничего совершенно по этому поводу не сделали За, может быть, исключением мужа младшего Который придумал, значит, такой лозунг капитализм с человеческим лицом Бог его знает, что он имел в виду И начал отнимать у людей более обеспеченных деньги, чтобы субсидировать лекарства для людей менее обеспеченных То есть, повел себя как отъявленный социалист Под аплодисменты, конечно, фармацевтических компаний со всего мира Им платили столько же Значительно больше увеличил стиль покупателей Все счастливы Трамп подошел к этому же вопросу, но совершенно по-другому Я бы сказал, как подходит бизнесмен, а не как политик Но сначала давайте я вам расскажу о моем собственном опыте Чтобы было, так сказать, понятно, уровень проблемы Много лет я плачу страховые взносы в страховые компании И моя медицина покрыта 100% А с исключением, значит, я плачу какую-то часть тестов, анализов, еще какую-то часть И когда я покупаю лекарства, мне все время напоминают о том Что вот если бы я их покупал без страховки, я бы платил огромные деньги А так я плачу только малую толику, значит, того, что они стоят Каждый месяц я покупал, а ранее, сейчас уже не покупаю, лекарства от Эритмии за 30 долларов 30 таблеток, то есть по одному доллару за таблетку И был уверен, что вот так без страховки цена была бы то ли 150 долларов То ли, может быть, 300 долларов Так меня все время рассказывали же Я так мало плачу, вообще просто практически ничего Я имею в виду замесячный курс Я полетел в Израиль и забыл дома это лекарство Значит, примчался с самолета Мой брат-врач в Израиле тут же мне прописал, значит, то же самое лекарство Я не хотел ничего другого Показал ему, что я принимаю Он тут прописал Я помчался в аптеку А никакой страховки у меня там в Израиле нет Он просто, так сказать, в аптеку и все Так как я планировал быть в Израиле 7 дней То я, значит, попросил 7 таблеток Считая, что это большие суммы денег сейчас будет, да Мне сказали, что не могут продать мне 7, а могут только вот месячный курс 30 И фармацевт добавил А что вы вообще беспокоитесь? Это всего 3 доллара То есть месячный запас лекарств Того же лекарства Без страховки Просто в аптеку пришел, заплатил, взял 3 доллара А я плачу 30 по большой скидке Вот Возвращаюсь к Трампу Во-первых, Трамп издал указ Что все закупки правительственных Любых, так сказать, учреждений правительственных и прочее Лекарств там и лечебных приспособлений Обязаны делаться у американских производителей Это означает армия Огромную сеть здравоохранения, связанную с ветеранами Так называемая ветеранская администрация И Также закупки по обеспечению пенсионеров Которые, так сказать, госучреждения и тому подобное Это десятки миллиардов долларов ежегодно Трамп также отдал приказ покупать у изготовителей лекарства По той самой цене, которую по минимальной они торгуют с другими странами То есть, если в Германию таблетки продаются по 10 центов США будут покупать их по этой означенной цене Или будут искать и помогать производству лекарства другими поставщиками Ясно, что, значит, все лекарства, продававшиеся там по бросовым ценам за границу Тут же увеличится в цели Потому что никто не захочет продавать их в Америку, так сказать, ниже себестоимости Или там по себестоимости Но зато у нас Значит, вот Это просто будет на 50, 70, 80 процентов Дешевле, чем оно сейчас происходит Я не уверен, что 3 доллара будет вот это Но 6, но 7, но 8 Но никак не 30 со скидкой Кто проиграл? В фармкомпании Кто выиграл? Мы с вами Покупатели лекарств Но в фармкомпании также им сказано было Значит, переводите производство в США Иначе, значит, их сюда переведут другие И мы будем покупать у тех, кто производит в нашей стране Потому что на примере с Китаем мы сейчас выяснили Не дай бог у нас закончат там пенициллин Или там, так сказать, какие-то антибиотики и тому подобное И у нас с антибиотики из Китая идут А они скажут Но не будем больше вам продавать Так вот, все будет производиться здесь За 4 года, сказал Трамп Мы начнем производить 70% необходимых Всех необходимых нам лекарств Лечебных приспособлений Здесь, в США Подписанный с фанфарами указ спрятан пока до 25 августа Числа, до которого Белый дом дал производителям лекарств Прийти с планом уменьшения стоимости лекарств Трамп пугает производителей Толкая их на действия по снижению цен Действия президента будут встречены судами, естественно Разборками в Конгрессе Обвинениями в превышении полномочий Нападками на Трампа Что он это делает Из каких-то там своих грязных, противных расчетов Ну как минимум там Как фокус перед выборами И тому подобное Так что, кстати, Трамп об этом говорит 2 года уже Так что, это не фокус перед выборами Он все время пугает, пугает Подписал, сказал Все, до 25 августа будем решать этот вопрос Так что, Трамп хочет Чтобы фармацевтические компании Сами пришли к нему с предложениями А не ждали бы за углом, что называется С нанятой, так сказать, толпой юристов Ну вот, скажите мне Вам нравится, что вы платите медицинскую страховку А потом покупаете лекарства в 10 раз дороже Чем их покупают точно такие же пациенты Как мы с вами, значит, за границей А при этом вам все время рассказывают Что, ой, вы покупаете просто за маленькую часть этих лекарств А черт с ним, пусть обманывают Пусть дешево продают А также, значит, перенос посольства в Иерусалим Разгром ИГИЛа Трамп выполняет еще одно свое обещание Понизить цены на лекарства И вот лично мне это нравится Вот что вы думаете сообщили об этой инициативе, скажем НПР, МСНБС и другие, так сказать, там А левого центра, как они говорят, издания Вот что распоряжение Трампа Приведет к потере рабочих мест в США К потере рабочих мест в США Класс! И что добрые, хорошие и человеколюбивые Руководители фармацевтических компаний Давно сами думают о том, как понизить цену на лекарства в Америке Но пока не могут И лихорадочно придумывают, что делать Каждый день Это их основная забота Как понизить и понизить цены на лекарства в Америке Просто пока еще не получается Кроме того Опубликовано несколько заявлений От руководства фармацевтических компаний Что эта инициатива глупая, абсолютно ненужная Америке И вообще вредная, ужасно Потому что для американцев лучше покупать дороже, чем дешевле Американцы любят покупать более дорогие лекарства, чем более дешевые А Трамп сказал, что он получил просто десятки телефонных звонков От сенаторов и членов Конгресса Которые умоляли его отказаться от этой глупой затеи И как сказал Трамп, когда я получил очередной звонок Я про себя подумал Я на правильном пути Я обязан это сделать Вот Так что, господа Сами решайте Хорошо это вам или плохо Может вы послушаете это и скажете Нет, я не хочу покупать дешево Я хочу покупать дорого Вот, может быть, я не знаю Или может вы скажете А я вообще ничего не плачу У меня все равно за меня богатые платят Так что мне вообще-то плевать Пусть богатые больше платят Но это тогда переходит в карманы еще более богатых Которые владеют, значит, фарматостическими компаниями Ну ладно На этом все Значит, до следующих встреч До свидания